Добрый день! Здравствуйте! Добрый день, Иван! Привет, Дмитрий! Ну что, мы продолжаем наш разговор о понятиях? Да? Да. И, наверное, сейчас самое время поговорить о видах понятий. Да, но прежде я вот как-то зацепилась. Вот вы сейчас сказали разговор о понятиях, а в естественном нашем языке русском есть такое жаргонное вражание по понятиям. Что это значит по понятиям? А это значит вот так, чтобы правильное понятие использовать и правильно их использовать. Ну, сам термин имеет уголовное происхождение, как вообще-то довольно многие слова современного русского, так сказать, жаргона. Вот. А что бы это значило? Почему слово понятие такое, в общем, вполне себе научное и вдруг попало вот сюда? Ну, думаю, что связано это с какой-то такой специфическим специфическим оттенением официальных норм от тех норм, которые вот в этой криминальной среде считаются оправданными, обоснованными, которых они придерживаются. И когда вот сам вот этот разговор, значит, о том, как надо, и как должно быть, заходит и кто-то говорит, вот у меня там такие-то понятия или о том, как это должно выглядеть, а и это правильные понятия. Вот. Вот я думаю, что это апелляция к какой-то абстрактной справедливости, к идеальному образу. Вот понятие, это некоторый идеальный образ. Вот есть реальность, она может расходиться, она может не соответствовать понятиям, а мы вот по понятиям разговор поведем. Совершенно верно. Приясняется, что вот, ну, вряд ли это, конечно, вот к абсолютному разуму отсылка, но ясно, что вот какой-то вот такой рефрен здесь есть вот этого, что это, если у нас по понятию, значит, оно вот правильным, должным образом, не спроста и не абы как, а как-то обдуманно-продуманно. Обдуманно-продуманно и в соответствии с некоторым образцом или идеалом. Да, поэтому хоть и уголовный жаргон не следует поощрять его распространению, мы и не понимаем, просто любопытно просто отдать себе отчет в том, почему это возникает даже в этой области. Видимо, потому что понятия изначально, все-таки ведь это же одна из форм мышления, да, которые изучаются логикой, и, видимо, как-то так рассматривается, что понятия, они какую-то вот такую важную роль играют, объективную роль в формировании нашей картины мира. Вот мы уже с вами в прошлый раз говорили, что понятия — это некоторое мыслительное образование, да, в котором предметы на основании некоторого признака собираются в множество. И вот, видимо, этот процесс в определенном смысле объективный. Вот действительно так устроен наш мир, что мы в понятиях этот мир замечаем. Ну вот, знаете, я очень люблю пример приводить, когда говорю о концептуализации, о том, что вот есть некоторая концептуальная сетка. Вот, например, вот мы сидим сейчас с вами здесь на этой лавочке, посмотрим куда-нибудь в сторону, вдалеке. И вот, к примеру, я увижу некоторую высокую фигуру такую, да, которая ведет на поводке какую-то маленькую фигурку. Ну и вот, что я подумаю? Ну, что бы вы подумали, если бы где-то вдалеке это увидели вот такая высокая, достаточно крепкая фигура, и на поводке что-то такое маленькое бежит? Высокая крепкая дама с собачкой? Как вы сразу догадались, что это высокая крепкая дама с собачкой, но не совсем. Вот другой бы человек, не так искусственный в логике, он бы подумал, что это мужчина с собачкой. Но, когда эта фигура подходит ближе, то мы видим, что это действительно очень высокая девушка в брюках, а на поводке она ведет не собачку, а кошечку. А кошечку, да. Это же не в том, что вот я плохо вижу или вы обознались, а дело в том, что у нас есть некоторые стандарты восприятия мира. Вот есть типичный мужчина, он высокий, сравнительно крепкий, обычно ходит все-таки в брюках. Мы же в Атландии, да? И на поводке вот обычно водят не мужчину, не кошку, а все-таки собачку. А вот когда мы выходим, иногда говорят, из стереотипа, нас выводят из стереотипа, это почему? Потому что вот то, что мы увидели, не совсем соответствует нашей концептуальной картине мира. Так что понятия-то, они очень важную роль играют. Они нам задают сетку, мы мир видим в понятиях. Если не укладывается что-то в наши понятия, мы можем и не увидеть. Да, то, что вы сейчас назвали, это называют даже стереотипизацией в когнитивных науках, сопоставляя с каждым вот именным комплексом, обозначающим комплексом, дескриптивной фразой какой-то наиболее типичного представителя. Но если говорить о логической, со стороны логики, еще до когнитивных наук, шла речь о сущности. Но о сущности мы ввели речь вчера, когда мы начинали наш разговор о понятиях и говорили о категориях Аристотеля и о том, что в понятии раскрывается суть дела, суть вещи. Психологически, конечно, эта сущность, она присутствует параллельно с этой типизацией, так и есть. Интересно, что логическая классификация понятий, в частности, по объему, предполагающая понятия общие, частные, общие, единичные и пустые, да, значит, она имеет аналогичные, такие же, собственно, параллели вот в этом психологической доктрине, когнитивной. Но вот что мы вообще считаем, давайте начнем с конца, что мы считаем пустыми понятиями? Пустыми, а вот опять, знаете, это сложный вопрос, который мы, кстати, в прошлый раз собирались с вами обсудить и, возможно, потребует отдельного обсуждения, какой мы объем рассматриваем, логический или фактический. В чем здесь принципиальная разница? Фактический объем, он задается устройством нашего мира, нашей реальности, в которой мы с вами существуем. Вот с этой точки зрения человек первым, полетевший на Марс, это будет пустое понятие, потому что пока на Марс никто не слетал. Но пройдет какое-то время, будут в это вложены определенные деньги, средства, да, и это понятие перестанет быть пустым, я верю в это, что кто-то на Марс обязательно полетит. А вот, скажем, это вот, пока это фактически пустое понятие, но оно может им перестать быть. А вот, скажем, такое понятие, как человек, прочитавший все книги, все романы Достоевского, но не читавший идиота, вот это понятие, оно является логически пустым. Почему? Потому что в его содержании есть противоречивый признак. Прочитать все романы, написанные Федором Михайловичем Достоевским, и при этом не читать один из этих романов, такого быть не может. Как бы ни менялся мир, что бы ни происходило в этом мире, все равно это понятие останется пустым. Вот это то, что мы обычно называем логически пустыми понятиями. То есть, логический критерий существования, это непротиворечивость. Да. Вот, с точки зрения логики, существует все, что можно мыслить без противоречий. Образцом противоречивого понятия является круглый квадрат. Да. А русалки, кентавры, всевозможные сказочные существа, там, баба-яга, все это может существовать, поскольку, во-первых, существуют периферийные зоны реальности, в смысле, реальность вымысла, реальность сказки, реальность сна, реальность каких-то фантазмов, где все это присутствует. И вот в этих альтернативных реальностях с этими понятиями вполне можно иметь дело, и мы сталкивались с произведениями художественной литературы, мы постоянно имеем дело с чем-то, что вымышленные, никаких проблем с этим не испытываем. Но вот главная пустота, конечно, логическая пустота, связана только с противоречием. Можно еще сказать так, что если мы, рассуждая о каком-то мире, выделяем какие-то зоны реальности, то тогда у нас действительными будут считаться те объекты, которые находятся в универсуме специально выделенных объектов. Скажем, с точки зрения физики, не будут относиться к действительным объектам, скажем, эмоции тех материальных объектов, которые будут двигаться по параболам. Или пристолковении они будут, те эмоции, которые твердое тело, пристолковении с другим твердым телом. Или мягкое тело, пристолковении с другим мягким телом. Физика интересует физический аффект, но не эмоции, возникающие внутри. То есть здесь отсутствует в сфере, в универсуме этих действительных понятий для физики, вот эта составляющая. Точно так же, как если мы, будучи физическими существами, мы имеем чувственно воспринимаемый мир, но в этом чувственно воспринимаемом мире у нас нет радиоволн. У нас есть эффекты, вызываемые радиоволнами в виде работающего радиоприемника, но самих волн мы не наблюдаем. И значит, они для нас вот в этой сфере исчезают. Получается, что в универсуме возможных объектов поделены сегменты действительных, на региональной онтологии, что вот в одном здесь существует, существующее вот в одном смысле присутствует здесь, в другом смысле здесь. И когда мы тогда говорим о пустом, мы скажем, да, вот понятие нынешний король Франции, это тоже пример из Астасии Рассела, оно пусто, но оно пусто относительно некоторой исторической действительности, ну скажем, фантастическая действительность, действительность романа. Да даже отнесенное к другому, когда нынешнее относится к другому моменту времени. К другому моменту времени, конечно, это понятие наполняется. Конечно. Но то, что действительно никогда не может, это противоречивое. Впрочем, иногда логики описывают и невозможные возможные миры. Да. Впрочем, эти миры довольно локальные, там вот это они служат для моделирования некоторых лингвистических явлений, и не все уверены, что это хороший инструмент моделирования. Но теперь я бы хотел выделить вот что. С одной стороны, вот мы здесь выделяем возможное и невозможное, да, по логическому содержанию, потому что не может быть объекта, который бы попадал в объем данного понятия, потому что такой объект немыслим, круглый квадрат. Да, совершенно верно. Но ведь мы можем построить концепт понятия круглый квадрат. Ну вот с круглым квадратом дело вообще довольно сложное, потому что я вот так уже по инерции вам поддакиваю, а когда вы сказали, что мы не можем помыслить круглый квадрат, у меня как-то сразу возникли сомнения, мы его можем помыслить. Мы знаем, что такого объекта нет, но кто нам мешает его помыслить? Почему нет? В двух разных смыслах помыслить. Мысль противоречивая. Если я мыслю круглый квадрат, из того, что я предположил его существование, вытекает, что есть фигура точки периферии, которые равны длины от центра круга и не равны как у квадрата. Я получаю противоречивые следствия. Такая проблема, а мы же круглый квадрат с вами придумали не сами, была же проблема такая квадратура круга. Значит были люди, которые пытались как-то вот поставить круг с квадратом, найти что-то общее, вычислить одно через другое, выразить одно через другое. Пусть они убедились в том, что это невозможно, это другая история, но значит они пытались, значит они как-то для себя, по крайней мере допускали существование такого объекта. Вот одно дело соединить свойства и сказать, возьмем тот объект, который обладает свойствами такими-сякими пятыми десятками, другое дело этот объект предъявить альтернативным образом. Вот образование понятий это одно, набор свойств, а предъявление объектов другое. Это вот как с доказательством бытия бога Ансельма Кентерберийского, которая состоит в том, что существует, говорит, что такое бог, говорит Ансельм, это то, больше чего ничего нет, а дальше вот некий безумец утверждает, что бога нет, и что же тогда, значит мы спрашиваем, что ты считаешь, что то, больше чего ничего нет, не существует, он говорит, да, но тогда получается, что это существо не есть бог, потому что то, больше чего ничего нет, не может не существовать. Ну на это Ансельму разные авторы с разных сторон возражали всегда, что рассуждение это не убеждает, потому что от того, что ты просто соединил понятия определенным образом, не возникает объект. И здесь вот мы выделяем набор признаков, то есть содержание понятия, которое можно монтировать свободно, и вдруг выясняется, что объем, он возникает непроизвольно, вот не можешь просто смонтировать признаки и получить объем. С этим объемом возникают какие-то проблемы, потому что проверить, есть ли что-то в этом объеме вообще, это отдельная, когнитивно-не нейтральная, нелогическая задача. Да, совершенно верно. Но тем не менее, то, о чем вы говорите, знаете, мне что напоминает? Мне напоминает ситуацию, связанную с выражением понятия в языке. В одном случае мы имеем описательные термины, типа человек, скамейка, студент, и мы можем сказать, что если мы понимаем смысл этого термина, значит, мы связываем с ним некоторые понятия. Вот это вот естественное понятие, о котором мы с вами говорим, а совсем другое дело, когда я строю особую понятийную конструкцию. Например, говорю, предмет такой, что он обладает признаками круглости, квадратности, прямоугольности и так далее. Вот таким образом я могу набрать, в принципе, любую совокупность признаков. Она может быть противоречивой, непротиворечивой, но действительно, в этом случае у нас нет объектов, и поиск объекта становится задачей нетривиальной. В каком смысле мы можем сказать, что мы просто постулируем существование таких объектов? Тогда это будут невозможные объекты. Да, так и есть. Это очень интересная тема. Ну, осталось нам поговорить еще о единичных понятиях, очень тоже специфическая тема, но, пожалуй, сделаем это в следующий раз. Я думаю, что да, потому что единичные понятия — это отдельный отдельный разговор. Отдельный разговор. Это очень интересно. И собирательный. Настолько же интересно. Настолько же интересно. Вообще, виды понятий — это, с одной стороны, казалось бы, такая техническая тема, которая нужна для того, чтобы потом осуществлять с понятиями операции, да, определенные отношения устанавливать, но зато она настолько четко дает представление о картине мира, о антологии, о разных родах объектов, с которыми мы сталкиваемся, на мой взгляд, она оказывается в итоге весьма философская. Сама теория понятия — это довольно прикладная вещь, а вот такая тема, как виды понятия, она очень философская, она очень мировоззренческая. Очень много нам говорит о том, каким мы видим мир, каким мы его себе представляем, в каких вообще объектах он для нас существует. Привидливо. Привидливо. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова